Итак, всем привет, с вами Вера, и сегодня я покажу вам эксперименты с красками, которые проводила по той причине, что давно искала какую-то супер базовую палитру, которую можно было бы уместить не вот в такую вот палитру, хотя она вроде как походная и компактная, и в принципе неплохо себя показала на планерах, а в гораздо меньший формат. Например, на 8 цветов или экстремально маленькую на 3 цвета. Вообще вся эта история началась у меня примерно год назад, я реально начала перелопачивать горы информации по теории, по цвету, прокачала свои навыки в этих понятиях, провела просто тонну экспериментов, накупила килограммы просто красок и наконец-то нашла 3 цвета, которые дадут вам в смесях более 10 различных цветов. Но для начала небольшая теория, такая краткая, поясняющая, в чем сложность поисков таких цветов. А ведь так казалось бы просто. Смешай красный и синий и получи фиолетовый, ну, че париться-то? А вот вам и ответ. Смотрите, когда мы рассказываем про цветовую теорию, мы говорим о том, что условно синий плюс условный желтый равно зеленый, красный плюс синий равно фиолетовый и так далее. Так вот, это все теория, которая ничего не имеет общего с практикой. Почему же? Когда мы начинаем рисовать акварелью, я сейчас конкретно про акварель говорю, в ней есть такой важный составляющий, как пигмент. И эти самые пигменты могут существенно влиять на теорию. Таким образом возникает взаимосвязь между теорией и пигментами. Например, опять же, в теории мы знаем, что синий с желтым дадут зеленый, но смешав разные синие и разные желтые, мы получим абсолютно разные зеленые. Кто уже делал эти эксперименты, со мной сейчас согласятся. Кивают такие у экрана. Наверняка у кого-то происходила такая ситуация, что после изучения информации по цвету в теории, вы покупали акварель, ну, например, стандартную в наборах. Базово там идет ультрамарин и кадмий желтый. И вот у вас ультрамарин, вот у вас кадмий желтый. Естественно, вы их смешивали и получали нечто вот такое вот невнятно зеленое. Я бы назвала это условно зеленым цветом. Хотя виделось вам, что вы получите по итогу вот такой зеленый. Но такого зеленого у человека почему-то не получается. Ну, у вас конкретно. И у человека думающего и анализирующего при виде такого несоответствия сразу возникает мысль о том, ну, наверное, что-то не то с красками. Ведь теория ошибочной быть не может. Тем более, ею полон весь интернет. Ну, и книги тоже. Но продвинутые пользователи и ученики моих курсов это знают. Что пигмент очень сильно влияет на теорию. Это то, что вынесено в заглаве этого лирического отступления. И таким образом получается, что если у вас смешивается синий, давайте у него будет вот такой условный знак, желтый, вот с таким тоже условным знаком, я все для наглядности показываю, и у вас в этом случае должен получиться зеленый. Ну, вот такой уже. Вот такой у него будет значок. Синий плюс желтый. И вот он полноценный, такой хороший зеленый. Все потому, что в синем есть одна нужная единица для зеленого, в желтом есть одна нужная единица для зеленого, и равно это все двум единицам для зеленого, который идеально получается. Ну, классно. Но, если у нас смешивается какой-то вот такой вот синий, вот такой вот желтый, тоже условные, то получаемый зеленый достаточно условный, по той причине, что у нас появляется вот какая-то такая прослойка. Это я просто для наглядности на условных знаках показываю, что происходит в том случае, когда у нас невнятные цвета в смесях. И вот эта средняя какая-то непонятная часть и дает эту грязь и муть в зелени, как мы получили здесь. И теперь ключевой момент. Кульминация. Сейчас непосвященные точно скажут, офигеть, как все круто тут у вас в акварели. Ну, а посвященные скажут, офигеть, как много мы знаем. Смотрите внимательно на цвета. Итак, вот этот желтый у нас на самом деле не просто желтый, он с оранжевым подтоном. То есть, по сути, это желто-оранжевый цвет. И вот этот самый оранжевый и вносит грязь в нашу зелень. Давайте я даже в лоб смешаю сейчас оранжевый и зеленый. Вот они. И получу вот такой же грязный зеленый оттенок. Теперь вы понимаете значение слова подтон у красок. Если да, то внизу пишите комментарии, скольким я сейчас помогла. Ну, или напишите, какой вы классный, что вы это знаете. И чтобы нам получить реально зеленый, а не вот этот вот непонятный какой-то, вот реально зеленый красивый оттенок, надо смешать синий-зеленый с желто-зеленым, чтобы по итогу получить красивый зеленый оттенок, где синий и желтый нейтрализуют друг друга, высвобождая чистый зеленый, который понемногу содержится в каждой из этих красок. Лимонная желтая нас бы удовлетворила полностью, так как она как раз содержит в себе зеленоватый оттенок. Учитывайте подтон каждой краски при смесях, чтобы получить прогнозируемые итоги, а не кота в мешке. Можно даже идти от обратного, чтобы понять, есть ли этот пресловутый зеленый подтон, к примеру, в синем, ну или его нет, поэтому смешивайте его с лимонной, и получив красивый зеленый, вы уже точно можете делать вывод о подтоне синего цвета. Все красиво взаимо уничтожается, как в дробях в математике. Ах, как здорово, мне прям нравится. Конечно, в теории цвета очень много интересного и всяких нюансов, но на сегодня я рассказала только вот об этом, который как раз и стоял на пути подбора идеальной тройки цветов, которые бы могли дать в итоге целый цветовой круг. Да, представьте, сегодняшние три цвета дают целый цветовой круг. И прежде чем мы перейдем к конкретным цветам и примерам, когда я расскажу, что это за три цвета, я хочу вам порекомендовать эти две книги Джульетты Аристит. Почему? Потому что здесь классные практические задания для тех, кто хочет постичь академический рисунок самостоятельно. Примеров много, задания практически на каждой страничке, причем таких, что даже меня увлекло. Ну, в идеале, прям как тут, надо прям в книгах работать, потому что надпись на них, workbook, то есть рабочая тетрадь, вот прям в них надо рисовать. Ну, мне, знаете, как-то страшно, страшно портить книжки. Я не привыкла так поступать, поэтому я просто отдельные задания выполняю в альбоме для тренировки и для того, чтобы понять, будут ли вообще такие задания полезны и интересны моим ученикам. В принципе, вы можете купить две этих тетради, обычный скетчбук или альбом для рисования, карандаш, и самостоятельно постичь азы академического рисунка. А можете, ну, я вам так, по крайней мере, рекомендую, дополнить их учебникам под названием «Уроки классического рисунка», где вы найдёте, кроме краткого вступления к заданиям, много нюансов, качественных примеров, объяснений, которые позволяют не срисовывать, а по-настоящему видеть формы и объёмы. И сложные какие-то предметы после этого вы будете воспринимать не «О боже, с чего мне начать это рисовать?», а в целом, как форму, форму с красивыми объёмами. И у вас уже будет такой челлендж «Ого, какая форма классная, какой предмет будем рисовать!» Понимаете, о чём я? То есть, книги учат видеть практически. Главное только купить и заниматься, а не купить и благополучно поставить на полку красивыми корешочками наружу. Ну и потом говорить, что не помогает. Так что, желаю вам приятного изучения и достаточного времени на обучение. А мы продолжим с цветом. Я вам только что на классическом примере получения из первичных цветов, вторичных объяснила, как влияет пигментный состав на конечный итог. Именно этот нюанс и не позволяет сходу вот так взять и найти идеальную тройку цветов, из которых вы потом целый набор себе намешаете. И вот, больше вас не томлю и демлюсь тем, что я нашла забомбическое такое сочетание из трёх цветов. Это цвета от Миджелла. Просто Миджелла, это, на мой взгляд, вообще по моему опыту пока, что суперпигментированная акварель, я бы сказала, ядрёная такая, которая позволяет получать очень насыщенные цвета. Поэтому мне вот сейчас, записывая это видео, проще вам будет это показывать, не стараясь, не регулируя как-то количество воды на кисти, потому что даже если её будет многовато, цвет не получится бледным, он будет очень ярким, и вы это тоже сейчас отметите. Итак, вашему вниманию представляется Квиннов Талон Жёлтый, Втало Блу и Перманент Мадженто. Из них можно сделать 13, а то и больше, новых цветов. Вы скажете, что это нереально, Вера, что здесь нам такое сейчас нереальное загоняешь, но давайте мешать. Мешать буду на целлюлозной бумаге, которая ничего не впитывает, и все мы будем видеть реальный оттенок, реальный вид, красиво, ярко, насыщенно. Спойлер, я это всё уже делала до этого и мешала, и у меня, поверьте, всё вышло, но вам я всё покажу заново. Я сейчас выкрашу все цвета в чистом виде, как эталон, чтобы вы видели, как они выглядят в первозданном, так сказать, варианте. Вот видите, как я быстро справилась? Ну и поехали. Жёлтый с красным у нас дают оранжевый. Давайте смешаем этот цвет. Многие сейчас смотрят скептически, ведь у нас не красный, а розовый цвет в основе. Но, о чудо, получаем оранжевый. И если мы в эту смесь сейчас подмешаем в пропорции больше мадженты, чем жёлтого, то получим как раз красивый такой красный, красно-оранжевый. Ну и теперь давайте набившую уже оскомину зелёный получим. Здесь у меня пропорционально больше жёлтого, чем синего, поэтому я получаю такой травяной зелёный, лёгкий прозрачный оттенок. Ну давайте тогда добавим побольше фтала синего. И вот уже какой насыщенный зелёный, прям совсем другой уже, другой характер этого цвета. И если мы вот в этот вот зелёный смешаем с оранжевым, я ещё добавлю в соседнюю лужу больше жёлтого, то получу оливковый. И вот вам уже три зелёных, совсем разные, полученных всего из трёх базовых цветов. Ну что-то я увлеклась зелёными, началась с зелёных, с этих синих, жёлтых, вам уже, наверное, оскомину реально он набил. Давайте теперь смешаем синий и мадженту и получим классический такой хороший фиолетовый. Ну, кстати, он довольно насыщенный и красивый. Хотя я особо вообще не стараюсь. Если мы смешаем оранжевый с фиолетовым, вот я прям хочу густо его намешать, то получим очень красивый, тёплый, коричневый оттенок. А если мы, допустим, красновато-оранжевый, слегка приглушим зелёным, вот смотрите, я все цвета беру из пятен на палитре, и вот уже получаем из этого цвет, похожий на сиену жжёную. Причём какая, гляньте, тоже ядрёная, такая яркая, сочная. А если мы вспомним цветовой круг и смешаем противоположные цвета, а это жёлтый и фиолетовый, то получим вообще серый. Ну, потому что противоположные цвета друг друга нейтрализуют. В моём случае много фиолетового было, поэтому у меня получился такой серо-фиолетовый скорее. Надо было один к одному как-то мешать, но... Видите, я не старалась, чтобы продемонстрировать, что даже не стараясь ты получаешь что-то. А если я вообще все лужи на палитре смешаю, то получу грязь. Конечно же, это чёрный, ну, в нашем представлении, потому что мы получили такую чёрную грязюку. И вот если в этот чёрный я добавлю побольше синего, то получу подобие индиго. Кстати, если этот вот индиго, так называемый, разбавить водой, то получится вот такой внезапно бирюзовый. В общем, принцип вы поняли. Игрушку я нашла классную. Мешай оттенки, не перемешай. Так что просто записывайте, какие цвета у меня были. Пигментный состав, я его ещё в описании помещу. И, кстати, ссылочку прикреплю на скидку в магазин, если вам очень нужно. Вот, это не реклама магазина, просто я знаю, что это дорогие краски, а только у Минжела, по-моему, есть Квиннов талон жёлтый, если я не ошибаюсь. Вот, и вы можете сами их приобрести, сами вот так поиграться. Конечно, вы скажете, Вер, ну, слушай, ну, зачем столько мучений, много надо мешать, что-то как-то делать. Ну, ребят, для гармоничного колорита больше четырёх цветов и не нужно. А если у вас стоит задача нарисовать миниатюру, например, такую, на пленере, ну, или вы просто вдохновились, мимо шли, достали краски, то и место на походной палитре найдётся, и всё замешается достаточно быстро. Ну, посмотрите, какие там маленькие участки. Неужели вы там лужицу маленькую не найдёте, где замешать на мини-палитре-то? А если вообще стоит задача нарисовать что-то посложнее, как, например, десерт, который всё видео у меня слева для красоты, то, конечно, нужна палитра побольше. Я имею в виду не керамическую палитру, а палитру с красками, чтобы было всё многообразие оттенков и удобства в работе на большем формате, на большем масштабе. Вот, для чего мне нужно три цвета? Для того, чтобы их всегда иметь с собой, для того, чтобы у меня была складная кисть, маленький скетчбук, как вы видите, и я могла рисовать в любом месте, вот прям в любом, и при этом не была ограничена в оттенках, цветах и так далее. Вот такое получилось видео, шли другому творческому человеку, который ещё об этом не знает. Ставь лайк за старание и до встречи в новом видео, я вас очень всех люблю, ценю вас, делюсь знаниями и жду вас на канале. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok